Слово Священного Писания Слово Священного Писания Пусть Господь нам сегодня ободрит нас и благословит Своё Слово, чтобы мы принимали его всем Своим сердцем и исполняли в своей жизни. Давайте мы помолимся и будем прославлять Господа. Отец Небесный, мы благодарны Тебе сегодня, что и в этот день, в этот час вечера мы можем собраться вокруг Твоего Слова, можем изучать его, что мы можем благодарить Тебя за то, что Ты подарил нам Своё Слово. Мы понимаем, что Ты из самого начала говорил издревле в пророках, в Божьих людях, но в последнее время Ты всё окончательно проговорил в Своём Сыне. О Нём было всё записано, укомплектовано в то, что мы сегодня называем Библией, Священным Писанием. Мы благодарны Тебе, что это Слово есть на нашем языке, что мы можем его понимать, рассуждать, исполнять в своей жизни. И это Слово ведёт нас к отчизне. Мы благодарны Тебе за то, что Ты явил Себя людям и записал всю Свою истину, всё Своё Слово для нас. Благослови нас в сегодняшний час и открой нам Своё Слово во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы молим. Аминь. Давайте мы вместе поклонимся в песнопении вместе с группой прославления. Так, логично. Как раз мы можем спеть в этот же самый тихий вечер, как он сегодня перед нами раскрылся, так и мы сейчас можем втихо, в тихий вечер склонить наши колени и призвать нашего властелина души. Давайте мы вместе споём. В тихий вечер склоняю, Я колени в тиши И тебя призываю О, властелин души И прийди в мою душу Тихо свет свой пролей Я твой голос услышу Твоё слабое лень И прийди в мою душу Тихо свет свой пролей Я твой голос услышу Твоё слабое лень Все заботы земные Я твой голос услышу 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 Я твой голос услыш Я твой голос услыш Я твой голос услыш Готовы встретить вас в небесах, кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас в небесах. Занимайте ваши места. У нас сейчас прочитают слово... Детки, одну секундочку. Сейчас Давид Черный прочитает слово. После этого брат Эдик вместе с небольшой группой молодежи, подрастающей молодежи, они споют для вас пение. И потом мы помолимся за всех деток перед воскресной школой. Хорошо? Чтобы вы видели, что наша молодежь тоже участвует. Давид, выходи. Твое слово. Потом группа подрастающей молодежи споет пение. И потом мы помолимся за наших деток. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. And there is no one who does good. The Lord looks down from heaven on the sons of men. See if there are any who understand, any who seek God. All have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Will evildoers never learn? Those who devour my people as men eat bread, and who do not call on the Lord? There they are, overwhelmed with dread, for God is present in the company of the righteous. You evildoers will frustrate the plans of the poor, but the Lord is their refuge. Oh, that salvation for Israel would come out of Zion, when the Lord restores the fortunes of his people. Let Jacob rejoice, and Israel be glad. Let's pray. Dear God, thank you for this day, and thank you that we can always come together and just talk about you, God. And that we can always pray to you, and that we can be out of the you will doers' hands, God. Thank you that you always are our refuge. Always keep us safe, God. Thank you for this day, and please, in your name, amen. Amen. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня наша группа подготовила небольшое пение, и о чем они будут петь. Хочу прочитать один стих, это Бытие, 17, 1. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Эта песня именно о этом великом Almighty God, Бог всемогущий. Е assume в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что-то, ага, о, как вы много мне принесли, и пустой стакан, и телефон, вот бы это все в ГАИТе отправить, и подзарядка, и даже колечко, да, ну, хорошо, давайте, давайте вот поговорим о вот этой подзарядке, скажите, пожалуйста, вот эта подзарядка, зарядка, она должна заряжать телефон, да, вы знаете, да, что когда у вас садится телефон, когда вам дали телефон, и вы мамин или папин телефон посадили, он абсолютно бесполезен, вот скажите, вот эта вещь, если у нас не будет электричества, если у нас не будет тока в розетке, это поможет подзарядка, если у меня есть телефон, и у меня есть вот эта подзарядка, я все могу вставить, как будто бы, все как будто бы работает, а нет электричества, поможет она? Вы знаете, в нашей христианской жизни то же самое. Если мы не пользуемся вот этой энергией, которая дает нам Слово Божие, если мы не читаем Священное Писание, то в нашей жизни практически нет никакого результата. Но если мы берем свои силы от Бога через Библию, это как будто бы электрическая розетка для телефона. Библия для нас как электрическая розетка для телефона. Она нам открывает и дает нам силы каждый день. Стаканчик. Стаканчик очень полезная вещь, но может ли просто стаканчик напоить вас? Вот пустой стаканчик. Вы очень сильно хотите пить, и я вам просто даю пустой стаканчик. Это хорошо? Нет. Вы знаете, когда-то Иисус сказал, что, знаете, вот придут люди, и они будут говорить, вот братья и сестры, вот как вы сегодня, наверное, слышали о Гаите, вот приехал к нам брат из Гаите, он говорит, у нас вообще ничего нету. У нас нету ни больниц, ни школ, детки просто ходят вот так вот по улицам, у нас ничего нету. И если вот так вот, наше собрание в Библии написано у Иакова, если был такой ученик Иисуса Христа, посланник в Иакова написано, что вот придет ваше собрание и скажет, мне нужна помощь, а вы просто скажете ему, вот тебе пустой стаканчик, иди с миром, мы за тебя будем молиться. Это поможет ему? Нет. Нам обязательно надо молиться, но нам обязательно надо тоже, если мы что-то имеем, мы также должны поделиться. Мы этот стаканчик должны наполнить водою. Если человек хочет пить, мы ему должны дать не просто пустой стаканчик, а тем более порванный стаканчик, а стаканчик такой, который будет держать воду, и которым он может напиться. Ну, колечко, колечко, тоже очень важная такая вещь. Некоторые ваши мамы, папы носят такие колечки. Это что, как знак, правда? Да. А что это знак? Знак чего? Чего знак колечка? Marriage. Вот marriage, это знак того, что люди посвятили себя до конца, до самого начала не посвятили себя, а теперь я принадлежу не просто сам себе. Это мне напоминает, что у меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть муж. И колечки нам напоминают вот такое вот. То есть просто так колечки, наверное, для красоты нельзя носить. Колечки нужно носить, наверное, если они что-то символизируют. Вот я ношу колечко, оно что-то для меня значит. А вы, когда будете носить колечко, оно что-то будет для вас значит? Или это просто как украшение? Как вы думаете? Это очень теологический вопрос. Я оставлю это вашим мамам и папам на рассуждение. Хорошо. И последнее, что я хотел... Помните, мы сказали, мы с братом Вене привезли вам такую игру из Лос-Анджелеса. Кто сегодня у нас? Ну давай, Саша, ты ближе всего. Вытягивай. Одно из характеристик нашего Бога здесь будет. Ну-ка посмотрим, что ты вытянул нам сегодня. Так. Читаем. Холый. Мы это в прошлый раз вытягивали. Ты из всей пачки вытянул опять то же самое? Невероятно. Вот это чудо. А ну-ка еще раз. Бог свят. Мы в прошлый раз так и говорили, что Бог свят. Ну-ка посмотрим, что вытянул Саша в этот раз. Бог является краеугольным камнем. Краеугольный камень. Что такое краеугольный камень? Кто-то из вас знает? Никто не помнит, что такое краеугольный камень. Вы помните, как-то в Библии сказано, что вот представьте себе, я являюсь огромным таким камнем. Но строители посмотрели на этот камень, и они его отвергли. И выбросили его. И теперь каждый, кто возьмет этот камень и попробует его поднять, надорвется. А кто этот камень не признает, он об него споткнется. Он такой сказал, как загадку такой сказал. Он сказал, это я. Некоторые люди в меня не будут верить, но все равно, когда они попадут на небо, они увидят лицом к лицу Бога и скажут, Господи, прости меня. Я не знал тебя, совсем не знал. Говорит, ты споткнулся об меня, потому что было все тебе сказано про меня. То есть вот здесь вот написано, что Иисус является нашим краеугольным камнем. Это Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Ну-ка высветите, если у нас есть возможность. Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Что Иисус является нашим краеугольным камнем. Ефесянам, 2 глава, 19. Ну-ка посмотрим, что там написано у нас. Я взял. «Итак, вы уже не чужие, вы не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И следующие два стиха, 20 стих. Переключительно, следующий стих. «Быв утвержден на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». И следующий стих, 22. «На котором все здание назад, согласно слагаясь, стройно возрастает святой храм в Господе». То есть Господь Иисус Христос является вот этим основанием, фундаментом, краеугольным камнем. Вот это нам сегодня напоминание, чтобы мы всегда знали, что Господь Иисус для нас особая, особая драгоценность. Все. Всем большое спасибо, кто принес ваши... А, ну и телефон. Ну, в телефоне мы, наверное, говорили, да? Давайте мы помолимся. Пусть Господь вас благословит. Мы вместе с вами. Так, Мишель хочет помолиться. Кто еще? Так. И там три девочки. Хорошо. Вот так вот по порядку. Давайте мы все помолимся. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Молись Мишель. Дорогой Иисус, спасибо, что ты нам дал этот день. Спасибо, что мы все здесь собрались. Пожалуйста, прости всем грехи. И помоги Данику широкую. Аминь. Аминь. Дорогой Иисус, спасибо за все, что он нам дал. Спасибо, что нам услышит пятивоскрешную школу. Благослови этот день. Прости за все мои согрешения, пройдусь с нами ночи. Спасибо за этот день. До места. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за этот день, за наших деток, которые могут сегодня быть вместе с нами. Благослови, пожалуйста, Слово Твое, которое будет преподано им на их языке, на понятном, на доступном для них, чтобы они могли знать и слышать Твое Слово, и исполнить это в своей жизни. А нам, родителям, помоги это Слово также до них донести в повседневной жизни, научить их прощать, научить их любить, научить их быть внимательными к тому, что Ты хочешь сказать им в их жизни. Благослови всех нас, и учителей воскресной школы, и нас, слушающих Слово Твое, в этот час. Аминь. Всем большое спасибо. Пусть Господь вас благословит. Это микрофон. Пусть Господь вас благословит. Который несколько раз посещал нас. Наша церковь участвовала в том, чтобы благословить группу, которая поехала в Африку в январе месяце. Я зачитаю вам коротенькое письмо. Это письмо будет распечатано. И если вы захотите, вы сможете взять его при выходе на трех страничках. Я буквально один параграф вам прочитаю. И здесь есть фотографии приложены. Так что вы сможете знать, что наша поместная церковь поучаствовала в той работе, которую они провели в Африке. Если вы помните, с нами был брат Эдвард Дима. Потом был еще от Массаев, такой очень высокий чернокожий вождь и епископ Баптистских церквей, если вы помните. Все это, вот эта одна команда, они трудятся в Южном Судане, не в Южном Судане, я извиняюсь. Они трудятся в соседней стране Угандии и помогают беженцам из Судана. Поэтому я прочитаю буквально несколько отрывков, чтобы вы знали, что наша церковь также внесла определенную лепту в это служение. Дорогие братья и сестры, церкви Свет Миру, разрешите мне выразить вам огромную благодарность за вашу помощь в служении в лагерях беженцев из Южного Судана. От имени всей команды благодарю вас за молитвы, за переживания и за финансовую помощь. Уже с 2015 года мы служим племенам в Южном Судане после начала межплеменной гражданской войны. В те времена в соседнюю страну, в Уганду, убежало большое количество людей. На сегодняшний момент в этих лагерях находится свыше 2 миллионов человек. На сегодняшний день в лагерях образовалось выше 180 церквей. И в связи с этим наше служение сконцентрировано именно на территории Уганды в лагерях беженцев для беженцев из Южного Судана. За это время, благодаря усилиям многих братьев и сестер, из различных церквей мы смогли построить 24 церкви. Но это звучит как бы так грандиозно. На самом деле это как шалаш, как юрта. То есть там оно не так, как у нас. Но 24 церкви, где люди могут собираться. 15 школ, открытый институт по изучению Библии. Могли построить 5 складов, 5 кухонь, привести 17 печек по выпечке хлеба, провести большое количество евангелизационных служений, семинаров, показать фильм «Иисус» на племенных языках. Провести тренинги по выпечке хлеба в 17 церквях. И самое главное, обучить местных братьев и сестер, как дальше открывать новые церкви. Основа нашего служения – это дело течеников Иисуса Христа. В этот раз команда, которая выехала, состоялась из 12 человек. Это было 10 человек из Молдавии, одна сестра из Калифорнии, из соседнего города, здесь Кастровале. И один брат Максим Гринь из России, из Екатеринбурга. Местерская поездка была посвящена образованию, обучению. Она состояла из 12 человек. И в команде присоединился еще и братья, которые с нами здесь были, из Южного Судана, вместе со своей женой и с водителем. Вот эта команда из 15 человек на трех листах здесь пишет отчет, что они сделали в это время. Так что в конце служения возьмите, пожалуйста, этот листочек, почитайте, и пусть Господь вас в этом благословит. Мы еще услышим, наверняка они будут посылать нам какую-то добрую, хорошую информацию. Хорошо, я приглашаю, чтобы Саша нам сыграл, и у него есть несколько произведений музыкальных. И после этого мы попросили нашего брата, который сегодня нам проповедовал, чтобы он немножко рассказал о нужде, конкретно чем мы могли бы помочь, что мы конкретно должны увидеть на Гаите. Мы знаем, что действительно остров очень бедный, большинство людей за чертой бедности. Но это не просто экологическая и экономическая катастрофа, это уже просто жизнь, вот реальность их жизни. И мы хотим просто услышать и увидеть, как бы мы могли отреагировать, и что бы мы могли сделать для того, чтобы улучшить качество жизни на этом острове, соседнем, рядышком с Гаити. Так что после Саши мы приглашаем брата, чтобы он поделился с нами. Гаити 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Что является Божьим планом для вашей жизни? Что является Божьим планом для вас? Для меня Божий план быть здесь. Потому что я хотел найти людей, с которыми я мог бы связаться. Это не был Божьим план для меня. Это не был Божьим план для меня. Это причина, почему я бы хотел, чтобы Бог благословил это все тем способом, в который Господь только может. Спасибо огромное. У меня нет слов благодарности, чтобы выразить все, что у меня в сердце. Я хочу пожелать вам, чтобы вы продолжали делать Божье дело. Я сегодня очень много наблюдал за вами. Я предал все Господу. Я очень ценю ваше хождение с Богом. Ох, may God bless your work. May God bless you. And I wish God keep you in his work safe until he come to take you with him. Amen. So, as I told you this morning, we have a lot of projects. Even I take all this afternoon, all day, I will have, I will don't finish to tell you the project that we have. Наверное, не хватит нам времени обо всем этом поговорить. So, we have an orphanage on my own responsibility. I'm going to ask the brothers to show some pictures that way. It's going to be a little bit better. They are the children with me. They are the children of the orphanage. Это дети, которые находятся в сиротском доме. So, maybe you remember there was a big hurricane in Haiti. Until now, some church don't have place to worship God. You can see that. И некоторые церкви не имеют места, где поклоняться Богу. Это одна из церквей. У нас очень много проблем. Now, we are on my island. It's not in the mainland of Haiti. It's on my island. Это на том острове, где он живет. Не на большой земле, а именно на том острове, где он живет. So, we are from an island. Even you go to Haiti, you will not find anybody to talk about my island. Даже когда вы приезжаете на Гаицу, не найдете человека, который бы говорил об этом месте, где я живу. Потому что это забытый остров, можно так сказать. This is the reason I give myself away, like an ambassador for my island. Это то место, где я, как посланник, и тружусь, и живу там. And try to find some God's people to stand with me for making a difference. By the way you can. By the way, God bless you. Yeah, still the children at the orphanage. Это дети с приюта. Yeah, they are there. Now, there is a visitor from Canada visit them. Это женщина, она из Канады, она нас поддерживает, она учительница. He is trying to teach them something here, at the children's room, at the orphanage. Она пробует их обучить простым вещам. At this moment we are facing big problems at the orphanage, like to feed them, to give them food, to send them to school. It's a huge problem. Большая проблема, потому что мы пытаемся для них найти и пищу, и послать их в школу. To pay the place where they stay. Чтобы оплатить счета в месте, где бы они могли жить. Because we went to the place. Потому что мы находимся в... Every year we have to give 4,000 American dollars for this place. Каждый год мы платим 4,000 долларов за рент этого помещения. This here, to pay this place, чтобы оплатить его, it's God opened the doors. Это только Бог открывает двери для нас. It goes by two ladies from Scotland and say, no, you cannot put the children in the street. You cannot leave them in the street. You already take them. You will help you with them to pay your day rent. Нашлись две женщины в Шотландии, которые сказали, вы не можете просто оставить детей. Вы должны за них заботиться, и мы поможем вам оплатить необходимую сумму. And they helped us to pay this rent this year. И они проплатили нам этот год в этом сиротском доме. Next year, but I know, I don't know nothing, but God knows everything. Насчет следующего года мы пока не знаем, но Бог знает. So, now they are in the dark at the children's room, no light, nothing, so, but no light for them because we don't have electricity, we don't have nothing, even for them to study, they don't have light. У них нету света даже для того, чтобы обучаться. Yeah, it's very difficult. So, as you can see, some children and the men that you can, the healthcare problem in my island, it's a huge problem. People don't have access to the healthcare. This men that you are washing here, it's, he seeks, long time and stay where you see him until he die. No healthcare. У нас также отсутствует система здравоохранения. Вы видите человека. Вот мы его таким нашли в 15-м году. Это была сделана фотография, но никакой, никакого возможности к здравоохранению. When I found this man, when they heard about this man, they told me his problem and I bought a wheelchair for him. You can see now he's in a wheelchair and tried to find us to get a nurse to take care of him for us. Unfortunately, after a month, he died because because of healthcare. My brothers and sisters, we don't have enough words and expression to describe you. They need all the situation is very tough for the people there. This is the reason I ask you to stand with me to see how we can make a difference. by the way God bless you. So there is some place to visit on my island, you have to put your heart in your pocket because there is something you can't see. You can't see. You will not able to see. Sometimes they call me crazy because I give myself away for those people who don't have any person to look after them. It's because of the God's word. Not for myself. It's not easy for me. It's not easy for me. You can see. So I try to get food for them like every December we organize that for them. Just feed them. Give them some kids. Because you cannot do that every day but we do our best every December to meet a lot of them. To feed them. To share the God's word with them. To love them. to tell them they are not alone. God's love them. So I would love to get some people tonight to stand with me to share the love of God to them. We just have ten minutes. as the pastor told me as the pastor told me we don't we can't stay longer to talk to you. I would like to tell you we are looking for your help in different ways that you can. different ways different ways at this moment we are talking so we are trying to build a school for the children to go we are trying to get finance to feed the children we are trying to get people to establish some project to help the community we are trying to get some sponsors like some investors if you want to come to invest because the island it's a beautiful island it's a nice island even you see the poverty of the people like that but the island it's very very beautiful most of the rich people would like to buy it from the Asian government for their own business to become rich not for helping the people the rich people used to organize a big quiz to go there to take their pleasure and after back to the mainland as you can see so they don't do nothing because it's only on my island there is some beautiful sea beautiful sand for the people to enjoy themselves a lot of projects we have like a chicken farm project here we have a goat farm project in my hand here we have all the prizes to describe how much you can support a child to go to school I will give it to pastor if you want to support a child if you want to do anything that you want you can check the pastor he can give you the details of course it's not it's not because most of the children can't even they go to school they can't stay because they are always angry 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 I would love you provide this meeting tonight for me it's a God's meeting to bless your life to bless your family to bless your church to bless your work чтобы вы ходили благословенно to bless Haiti to bless Haiti и чтобы вы благословили Haiti God bless you да благословит вас Господь I love you люблю вас and I still opening for you for any question я еще буду здесь если у вас будут вопросы пожалуйста подойдите if you need to get my email my contact to keep in touch with me у меня все контакты есть здесь так что если у вас есть желание продолжить наше общение пожалуйста and I would love to partner with you not just a short friend not just today I would love to partner with you and pray in your prayers and everything for the glory of God и конечно же мое желание и сердце чтобы мы были долгосрочными сотрудниками для славы Господней God bless you пусть благословит вас Господь have a nice afternoon have a good afternoon всем приятного после обеда thank you спасибо let's pray let me pray for you thank you I would like the congregation also to join me in this prayer that way you your ministry your family the people that you are working with everyone who you touch by your touch with God's touch may be blessed so let us pray I'm going to be praying in Russian but don't worry God understand that language too yes yes you understand you pray yes наш Небесный Отец мы преклоняемся перед Тобою мы знаем что вся Вселенная в Твоих руках и каждый человек создан по образу и по подобию Твоему мы живем в разных условиях но все мы поражены грехом поэтому нуждаемся каждый в Твоей милости и в Твоем прикосновении и более всего мы просим Господь чтобы Ты благословил людей на этом острове чтобы они были получателями Твоего Евангелия и чтобы Евангелие которое изменяет их жизнь которое изменяет сердца также послужило к изменению условий их жизни Господи помоги видеть что искание Царства Твоего оно помогает нам в том что все остальное Ты прилагаешь к этому мы просим Господь за нашего брата за его служение за семью его в церкви где он несет служение с людьми с которыми он отчается помоги чтобы каждая встреча приносила славу Тебе людям назидание и измененные сердца преображались также для Твоей славы благослови нас поместную церковь помоги Господь нам стать в проломе и быть теми людьми которые также распространяют добрую весть от Тебе не только словами но и своими поступками для Твоей славы просили мы этого имя Иисуса Христа Аминь занимайте ваши места давайте мы вместе споем перед тем как мы будем слушать проповедь брат Юрий голос сегодня попрошу вас стоять на местах как мы как мы обычно поем вместе споем Иисус о Тебе я пою светом Ты озарил мою душу я за все благодарен Тебе и во всем вижу я Твою руку Тебе Иисуса Тебе я пою, Светом Ты разорил мою душу. Я за всём благодарен Тебе, И во всём вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании своём припере. Дров Твоя за меня оливалась, Чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании своём припере. Дров Твоя за меня оливалась, Чтобы в небо открыть мне двери. Я живу и покоюсь в Тебе, Ты надежда моя и радость. И Иисус сейчас и только в Тебе, В Тебе жизнь моя и отрада. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании своём припере. Дров Твоя за меня оливалась, Чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании своём припере. Дров Твоя за меня оливалась, Чтобы в небо открыть мне двери. Сколько раз Ты меня оливалась, Сколько раз Ты меня оливалась, На крутых поворотах жизни. Ты избрал меня из муты, Ты наполнил собой моё сердце. Дров Твоя за меня оливалась, Чтобы в небо открыть мне двери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я хочу пригласить Вас. Давайте мы откроем Священное Писание. И вторая книга Моисеева. Мы прочтём. 17 глава, 9 стих. Вторая книга Моисеева. Это исход. 17 глава, 9 стих. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с малакитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Я думаю, братья и сёстры, если бы вас спросить, чем вы будете заниматься завтра, то, наверное, вам было бы не очень легко ответить на этот вопрос, может быть, несколькими словами. Потому что сегодняшний день, когда развиты коммуникации, у нас очень много дел, и мы очень много успеваем. Но вот Божий муж как бы определяет свою занятость на завтрашний день. И он говорит, Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей, пойди сразись с малакитянами, а завтра я стану на вершине холма, и жертв Божий будет в руке моей». Я думаю, вы помните, я не буду прочитывать, чем закончилась эта битва. Вы знаете, когда Моисей поднимал свои руки, то победа была на их стороне. И вот два служителя, священники, они поддерживали его руки, и таким образом они победили. Вы знаете, я хотел бы сегодня подчеркнуть, может быть, обратить внимание на контекст. Вот был момент, который, вот начинается 17-й раздел, 5-й стих, с 5-го стиха описывается момент, когда сказал Господь Моисей, «Пройди перед народом, возьми с собой некоторых и старейшин израильских, и жест твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израилевых». Вы знаете, если у вас есть Гецовская Библия, или, может быть, вы помните еще ее, то вот эти, именно с 5-го стиха, Геце, он как бы озаглавливает вот этот момент, он озаглавливает так, «Вода из скалы – это преобраз Христа, подающего Духа Святого». «Вода из скалы – это преобраз Христа, подающего Духа Святого». И вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о Моисее, и, может быть, я немножко отвлекусь, может, от той основной темы, которую я хочу сегодня озвучить. Когда мы говорим, почему Моисей не вошел в обитованную страну, вот этот обитованный край, то мы говорим, что за непослушение. Это действительно так. Потому что дальше мы читаем, что был второй момент, когда Господь сказал Моисею, «Уже не удар своим жезлом скалу, а скажи скале». Но Моисей ослушался вот в этом моменте. И вы знаете, кажется, вот момент непослушания или момент неисполнения воли Божьей. Но я хочу вам сказать, что здесь более глубокий смысл заложен, чем только одно непослушание. Вы знаете, вот как вот здесь Геца заглавил этот момент, мы говорим, что Бог ударил, если я могу так выражиться, Бог ударил Христа. И вот этой скалой является наш Господь Иисус Христос. То есть, как мы должны понимать, Иисус Христос был распят на Голгофском Христе. И только после этого Дух Святой сошел на апостольскую церковь. И только это дало возможность сойти Духу Святому, друзья мои дорогие. И вы знаете, Бог как бы предал Сына Своего на распятие. И, может, это преобраз того, что Господь сказал, что возьми жест твой и ударь скалу. Но дальше, братья и сестры, смотрите, как формируются вот эти события. Когда... Вы знаете, обычно, когда приходит в народе Божьем какое-то духовное благосостояние или хорошее время приходит, я хочу сказать. Вы знаете, вот Христос пострадал, Дух Святой сошел. И знаете, кто еще приходит? Враги приходят. Это как обычно, братья и сестры. Вы знаете, я не хочу... Здесь нет никакой такой закономерности, чтобы мы сегодня пугались этого. Но обычно так и есть. Вот если вы читаете историю, только Давид восцарился, то кто пришел? Филистинляне пришли, правда? И начали воевать с народом Божьим. И тут также. Вы знаете, вот только мы... Христос для нас был распят, только мы поверили, только мы исполнились Духом Святым. И вот приходит искушение, друзья мои. Приходит враг. И приходит не очень легкое время для нас. И Христос после Своего крещения был поведен Духом Святым в пустыню для искушения от Израиля. Вы знаете, наверное, нам надо всегда помнить вот этот момент. Но, друзья мои дорогие, вот смотрите, после этого, как случилось, как из скалы пошла вода, то есть наш Господь Иисус Христов сделался виновником как бы того, что Дух Святой пришел и наполнил наше сердце. И наше сердце стало храмом Духа Святого, друзья мои. То уже Моисей говорит, что завтра я стану на вершине холма, и жест Божий будет только в моей руке. И вы знаете, в чем было служение Моисея на завтрашний день? Вы помните, я еще не буду прочитывать эту историю, он молился. Иисус Навин воевал с малакитянами, а они совершали молитву. Поднимали руки к Богу для того, чтобы Господь дал победу. Вы знаете, я не знаю, чем вы будете завтра заниматься, но я знаю, что многие родители станут перед Богом, как Моисей, и будут молиться, братья и сестры, будут молиться, не опуская руки. И, может быть, вот этот жезл Божий будет в их руке. Вы знаете, я сегодня хочу говорить о практическом выражении нашей веры. О практическом выражении нашей веры. Вы знаете, я сегодня вот слушал, брат ваш пастор говорил о том, как мы реагируем, как мы реагируем на обстоятельства, на события, особенно на Слово Божие. И он говорил, он проводил слова Христа, который сказал еще, кому уподоблю вот нынешний век. Они иногда уподобляются детям, которые сидят на рынке и говорят друг другу. Мы вам пели жалобных песен, а вы не плакали. Мы играли вам, а вы не танцевали. О чем это свидетельствует, братья и сестры? Это свидетельство о том, что мы неправильно реагируем иногда на Слово Божие, и иногда даже не живем по Слову Божию. Вы знаете, вот сегодня неделя прошла, и мы пришли в дом молитвы для того, чтобы взять вот эти теоретические знания для нас, вот эти уроки для того, чтобы завтра пойти в эту жизнь и жизнь согласно Слову Божьему. Почему, братья и сестры? Я хочу еще подчеркнуть один такой сопутствующий момент. Вы знаете, вот апостол Петр говорит так, что мы, я не буду прочитывать, так на память приведу, что мы имеем великие и драгоценные обетования, посредством которых мы стали причастниками Божеского естества. И далее он говорит одну мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание. то если мы стали причастниками Божеского естества, то он говорит так, то вы, прилагая к всему все свои старания, покажите вашей верой. то есть он говорит о практическом выражении нашей веры. Братья и сестры, но смотрите, вы знаете, мы что-то должны, правда? Вот чтобы достигать, вот иногда проповедники нам подчеркивают, первый шаг, второй шаг, третий, мы должны что-то делать. И так учит нас Библия, так учит нас Священное Писание. Но, братья и сестры мои дорогие, иногда вот эти наши шаги, они бывают только душевными нашими усилиями. Иногда, ну, это разумовие, иногда это бывает. Почему? Потому что иногда бывает, что верующие люди, если можно так назвать, они не имеют практики духовной жизни. или, может быть, вы знаете, они пришли вот сегодня воскресный день, раннее, раннешнее служение, утреннее служение, но завтра начинается совсем другая жизнь. И вот эти проблемы, которые нам встречаются, мы будем решать, может быть, так, как и решают все люди в этом мире. И я думаю, что эта страна многому этому сопутствует, потому что любые проблемы можно решить, будь то с бизнесом, будь то с нашими работами и так далее, и так далее. То есть, совсем не обязательно, чтобы жезл Божий был в нашей руке. Совсем не обязательно. Но это нам только так кажется, братья и сестры. Я хочу сказать, вы знаете, вот это, что мы должны, иногда оно звучит как закон для нас, как статьи закона. Мы должны то, должны то, должны то. И мы иногда даже пролагаем какие-то усилия, чтобы исполнить это. И иногда у нас есть какой-то, может быть, какой-то успех маленький, но на этом все заканчивается. Но есть, братья и сестры, стремление нашего возрожденного естества. Возрожденному естеству тоже нужно прикладывать усилия для того, чтобы духовно расти. Но это большая разница. В первом случае оно звучит для нас как закон. Мы должны. Как-то один молодой человек сказал мне, я ничего никому не должен. Но когда мы возродились, когда вот это божеское естество, уже это наше, наша жизнь такая, естественная жизнь, тогда вот эти желания, что мы должны, уже естественные наши желания. И вы знаете, я как-то говорил, что иногда вот наши проповеди как-то звучат как гуманистическое какое-то это учение. И мы мало подчеркиваем тот духовный механизм, каким образом возрожденному человеку, возрожденному человеку, каким образом не заставлять его. Вы знаете, вот как пишет апостол Павел. Он говорит, что Бог в нашем возрожденном естестве, он вызывает желания и действия как по своему благоволению, правда? Вы помните это? Ну что он вызывает, братья и сестры, у нас сегодня? Что только на утреннее служение у нас вызывает желания и действия, а на вечернее уже нет? Как вы думаете, друзья мои, дорогие? Не может так быть. Так быть не может. И поэтому, вы знаете, естественно, если слово Божие звучит как закон, то иногда нам очень трудно в практике нашей христианской жизни. Но если сегодня в нашем возрожденном естестве есть естественное желание любить Бога, служить Ему, заниматься жертвопроношением Богу, то это благословенный момент. И вот именно я об этом хочу сегодня немножко вам сказать. Вы знаете, вот у меня как-то вот мысли, которые говорил ваш пастор сегодня, они созвучны мне. Я вам хочу привести один пример, братья и сестры. вот естественной нашей духовной жизни. В чем ее суть? Вы знаете, я думаю, вы помните, когда несколько лет назад вышел в прокат фильм «Страсти Христова». Помните? Я думаю, что многие из вас видели этот фильм. Он наделал очень много шума. И вы знаете из-за чего? Вот эти люди века сего говорили, что это невозможно смотреть. Особенно невозможно смотреть на страдания Господа нашего Иисуса Христа, как его истязали и так дальше. Но я думаю, вы помните, что режиссером этого фильма был Мал Гибсон, один из актеров Голливуда. И он пригласил на роль Христа, чтобы исполнить роль Христа, такой Том Квизова, если я правильно так по старой памяти, мне кажется, я правильно назвал его имя. И он пригласил его. И он сказал ему одно условие. Он сказал ему одно условие. Если ты сыграешь эту роль Христа, ты больше не сможешь быть актером. Вы понимаете, о чем я говорю, братья и сестры? Друзья мои, если мы познакомимся с Христом, если мы станем участниками божеского естества, мы лицедеемы не можем быть. Мы не можем, братья и сестры. Мы не можем быть здесь одни, там другие, говорить одно, делать другое. Не можем. Не сможем просто. Вы знаете, я немножко наклонился, вот какие чувства переживал этот актер Квизов, когда он играл в Христа. И там очень много интересных таких моментов. Я только скажу одно. Вы знаете, чтобы нанести вот этот весь грым, когда Христа истязали, и эта рваная кожа клочьями висела, ему нужно стоять было 2-3 часа, чтобы загримировать его так, чтобы он был похож на Христа. Вы знаете, по всей видимости, это верующий человек, потому что он молился. Он молился и говорил, Господи, я хочу как-то тебя показать так, чтобы люди поверили. И он говорит, я не мог выдержать вот эти 2 часа. Я, вы знаете, каждый актер, он хочет как-то проникнуться вот этим героем, которого он играет. И он говорит, я большие усилия прилагал, но я понял, что мы их усили мало. Я, говорит, молился о том, чтобы мне как-то открыть вот образ Христа как Сына Божьего, как Мессии, который отдал жизнь за нас. Но я, говорит, не мог выдержать 2-3 часа стоять под солнце под грымом или там где-то в жаркое время. Это не так легко. И я подумал, вот о чем. Если я не могу выдержать грым только 2-3 часа, то что выдержал за меня мой Иисус Христос, которого действительно кожа клощами висела после исцезания этих римских воинов? Братья и сестры, вы знаете, есть что-то очень ценное в нашей христианской жизни. когда мы знаем Христа, когда мы верим в то, что Он отдал свою жизнь за нас, чтобы мы сегодня не налегке. Вы знаете, я веру в радикальное христианство. Я не верю в христианство, которое идет налегке. Мне нравится то, как Макартура говорит об этом. Мне нравится. Почему? Потому что оно созвучно Слову Божьему. И я еще одно хочу сказать, друзья мои. Вы знаете, когда Христос сказал прыщу о святеле, помните эту прыщу? Вы знаете, он там в конце сказал так, это по теме. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». В принципе, это христианский, евангельский принцип, братья и сестры. Он не только относится к тому, как мы слушаем. Но смотрите, друзья мои, давайте мы вот подумаем. Может быть, вы иногда слушали эти слова, и не совсем старались их понять. Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете после этой прыщи о святеле. И там именно, я думаю, вы знаете, о чем прыщи о святеле. Там именно идет речь о разных видах почвы, о разных людях, как они реагируют на Слово Божие. И Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Потому что тому, кто что-то имеет, еще додастся. Это закон умножения, евангельский закон. Вы знаете, вот это слово Христос сказал и после прыща о талантах. То же самое там прозвучало. Но, друзья мои дорогие, может быть, важно обратить внимание вот на что. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Друзья мои, изучая Слово Божие, что мы думаем иметь? Скажите мне, пожалуйста. Слово Божие нас учит, чтобы мы изучали Священное Писание, потому что мы думаем иметь через них жизнь вечную. Но здесь, вы знаете, вот обратите внимание, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. То есть, здесь идет разговор о том, что если мы сегодня слушаем Слово Божие, если мы сегодня его проповедуем, если мы сегодня называемся христианами, мы как-то должны реагировать на это Слово. Не так, как вот этот мир. Не так, как эти дети, которые живут на рынке. Мы должны, оно должно вызывать в нас какое-то действие. Христос вызывает в нас желание и действие как? По своему благоволению. Каким образом? Через Слово Божие и Дух Святой. И это наше благословение. Давайте вернемся к нашей теме. Вы знаете, я хотел бы обратить внимание, вот как я уже говорил, практическое выражение нашей веры. Практическое выражение. Потому что мы сегодня как бы наполнены теорией. И мне кажется, что вообще сегодня бич христианства в том, что мы более теоретические христиане, чем практические. И вы знаете, Моисей говорит, что завтра он конкретно говорит, чем я буду завтра заниматься. Завтра вот у народа моего есть проблема, а малокитяне пришли. И я буду решать эту проблему, братья и сестры. Вы знаете, сегодня как много проблем у нас есть, как много вопросов, которые надо решать, как в семьях. Я думаю, что, наверное, если вы спросите когда-нибудь вашего пастора, сколько он за вас молится, то он скажет вам каждый день и каждую минуту. Потому что я прошел эту практику. И вы знаете, что завтра иногда надо стоять. Стоять. Может быть, стоять в проломе. Стоять, решая те или другие вопросы. И вы знаете, очень важно то, что мы не можем их решить сами по себе. И Моисей говорит, что завтра я стану там на горе. Ты, Иисус, с нами не иди, собери мужей и воюй с малокитянами, но жезл Божий будет в моей руке. Братья и сестры, вот немножко в историю. Вы помните, как Моисей пас овец у своего тесте Элфора? И вы знаете, он увидел необычное явление. Вот куст горит и не сгорает, терновый куст. Он говорит, пойду посмотрю на это великое явление. И он подошел, и помните, Господь начал говорить с ним с этого темного куста. И он очень много понял. Вы знаете, в Моисея вот и шел процесс познания Бога. Бог ему являлся, Бог ведь с ним говорил. И Бог давал ему понять, что, какое его предназначение, что он от него хочет. И вы знаете, он говорит ему, что Господь говорит Моисею, что вот вопль народа моего дошел до меня, и ты пойдешь и выведешь народ мой из Египта. Вы знаете, я не буду, может быть, такие подробности. Я хочу подчеркнуть главное. Вы знаете, первое, что Моисея спросил его, говорит, скажи, как твое имя? Братья и сестры, когда мы практикуем практическое христианство, Бог. Вы знаете, мы более познаем Бога. Более познаем Его любовь. Более познаем Его благодать, в чем Его суть. Потому что нам благодать Божия на каждый день нужна. И так же было в Моисея. Это не только один момент, когда Господь... Он говорил, что раньше я являлся ему... Вот сегодня, мне кажется, кто-то считал, что когда Господь явился Аврааму, то он сказал ему, что я Бог всемогущий, ходи перед мной и будь непорочной. Но дальше идет... Бог открывает Себе. Он говорит, скажешь им, что сущий, говорил с тобой, сущий. И дальше вот в процессе, я уже забегаю вперед, скажу, дальше в процессе уже служения Моисея для Израиля, для этого народа, вывода, он еще одно говорит, свое имя открывает ему. Говорит, я Господь. Вот этим именем он еще не являлся. Идет познание Бога. Я Господь. Уже там это имеет отношение к тем казням египетским, которые проявлялись через Моисея. И он давал ему понять, что я Господь, я властелин этой природы, я властелин людей, я властелин тех обстоятельств, в которых вы сегодня находитесь. Я Господь. И вы знаете, Моисей встал и говорит ему, Господи, ну я пройду, скажу, они мне не поверят. А тогда Господь говорит ему, что это у тебя в руке? Вы знаете, я в украинском переводе, знаете, что Моисей сказал? Что у него было в руке? Он пасовец, палка была в его руке. И он говорит, там в украинском переводе так и написано. Палка была в его руке. В русском употребляется слово жезл. И вы знаете, вот эти первые, вот такие уроки веры, которые начал преподавать ему Господь. Он спрашивает, что у тебя есть? Что у тебя есть? Что у тебя в руке? Ну что у него было? Одна палка была, потому что он был пастух. И он говорит, ну брось эту палку. Он бросил, она стала змеей. Потом говорит, возьми его за хвост. И она стала опять жезлом или палкой, да? И вы знаете, вот это был первый урок Моисея в том, что Бог есть всемогущий Бог. Это утвердило его веры, что Господь действительно тот, который говорит с ним, он может сделать то, что он обещает. Это еще, еще, еще его как бы открыло ему природу Божию. Что я хочу сегодня сказать, братья и сестры. Вы знаете, я хочу ободрить вас. Я думаю, что завтра мы будем стоять, может быть, перед морем в растеранности и будем спрашивать, куда нам идти. Как стоял народ, который Моисей вывел из Египта. А Господь говорит, иди. Просрис твой жезл, и море раступилось. Вы знаете, мы сегодня не говорим какой-то теории, но я хочу сказать из практики своей жизни, что Господь, Он мудрый Бог, Он всемогущий Бог, Он есть сущий, и Он есть Господь. Раступится, братья и сестры, это море. И пройдете вы через эти испытания, которые иногда Господь допускает в нашей жизни. Пройдете, братья и сестры. Обязательно пройдете. Вы знаете, я помню один момент, когда вот ученики с Христом сошли с горы Преображения. И вот там подошел отец юноши, который был болен. И он подошел ко Христу и говорит, слушай, я вот, у меня сын беснуется. И он рассказывает, как он его мучает. Вот я подошел к твоим ученикам, но они ничего не смогли сделать. Если ты что-то можешь, вы помните, как ему Христос ответил? Что мне до твоего, что можешь? Верующему все возможно. Братья и сестры, я сегодня хочу говорить о практическом выражении нашей веры. Вы знаете, практическое выражение нашей веры, оно состоит в том, чтобы взять вот этот жест, который уже раз был использован Богом, как доказательство того, Божьего всемогущества, Божьего присутствия, Божьей силы, и взять этот жест и орудовать ним. Вот это практическое, и вы знаете, что ответил вот этот отец? Он со слезами сказал, веруй в Господи, помоги моему неверию. Что у нас есть, братья и сестры? Что было вот этого бедного человека? Вы знаете, какая-то нищенствующая вера. Но Господь вручил ему в руки жест и дал обетование, что верующему все возможно. Вы знаете, практическое выражение веры состояло в его словах, в словах веры. Веруй в Господи, помоги моему неверию. Я думаю, вы помните такие моменты, когда Илья пришел в Сарепту Сидонскую. И вы знаете, он пришел туда, и там женщина там собирала дрова, и он говорит, пойди принеси мне воды. И он говорит, она говорит, уже как бы собралась все, она говорит, ну прихвати еще мне хлеба. Я своими словами вам расскажу, я думаю, вы помните. Она говорит, обращаясь к нему, говорит, ты знаешь, еще немножко там пшена или муки осталось, и немножко масла. Вот мы испекем, потому что голод был в этой стране. Мы испекем сыном, съедим и умрем. А Илья говорит, знаешь что, принеси мне. И далее он говорит ей одно обетование, братья и софт. Для того, чтобы, может быть, мы, когда приходят такие моменты, чтобы наше практическое выражение нашей веры, оно опиралось на Божие обетование. И он говорит, ибо Господь говорит так, что мука в катке не оскудеет, так, и масло в кушине не иссякнет. И вы знаете, поверила, вы знаете, он как бы дал ей жест в руки этой вдове. Жест, который действительно есть преобразом выражения практической ее веры. Она пошла и принесла. И написано, что она ела, сын ее ел. То есть, то обетование, которое дает Господь, нам иногда очень трудно довериться Господу брать, друзья мои. Но мы сегодня, наше практическое христианство, оно в том состоит, чтобы нам жить как христианам, которые верят в обетование Божие и верят в Слову Божьему. Я думаю, вы помните уже и служение Елисея, когда он начал служить. И тоже пришла к нему одна мать и говорит, ты знаешь, ее муж умер, вот, и она говорит, ты знаешь мужа моего. Но вот пришел взаимодавец, которому мы должны. И он хочет долг забрать моих детей. И знаете что, Елисея спросил, что у тебя есть? Ну, что у тебя есть, друзья мои дорогие? Вы знаете, мы иногда каким-то, ну, может быть, я не знаю по какой-то причине, но мы чувствуем себя такими немышлами, ни на что, по-украински, не сдатными. Но, друзья мои, вы знаете, что нас спрашивает Господь? У тебя хоть что-нибудь есть? Ну, что у тебя есть? Моисей Кожепалыча. Та вдова говорит, ну, в катке немножко борошна, масло. А что у тебя есть? Есть, братья и сестры, у нас. Единое, может быть, нам это надо как-то пускать в оборот. Пускать. Потому что тот, кто что-нибудь имеет, ему умножится, додастся, по-украински написано. Додастся. И приходит практика нашей веры, которая помогает в последующих моментах жить жизнью веры и побеждать. Вы знаете, ничего не будет, если мы будем теоретическими христианами, будем проходить вот иногда на служение, когда у нас получится. И, может быть, дальше мы будем жить, как живут все люди в этом мире. Но, вы знаете, что, ну, вот, например, в завтрашний день надо идти на работу, надо вести бизнес и так дальше. Но я вам хочу сказать, что это все можно вести с Жезлом Господним, но можно без Него. Можно с Господом, а можно без Него. Это как, кто понимает, и у кого какое естество. И сегодня, вот, когда мы заканчиваем этот день, я знаю, что сегодня час нелегкий. И, может быть, придут вот эти испытания в нашу жизнь. И Господь нам скажет, скажи народу, пусть идет. Братья и сестры, может быть, у нас сегодня с детьми проблема. Вот пришла женщина к Елисея, говорит, проблема большая. Вот взаимодавец пришел и хочет забрать в рабы моих сыновей. Выход есть. Что у тебя есть? Что у тебя осталось? Никогда Господь не оставит. Говорит, он самую нищенствующую веру, он дарует благословение, поверьте. Что бы у тебя не осталось? Говорит, что у тебя осталось? Пускай в оборот. Пускай, употребляй, вставай на колени, подымай руки, Господь благословит. Вы знаете, я на Украине раньше служил в большой церкви. Ну, там больше тысячи членов. И мы иногда готовили к крещению 50, 70, иногда 80 людей. И как-то так получилось, что я вот занимался подготовкой их. И вы знаете, это уже началась перестройка, уже много интеллигенции пошло в церковь. Там приходили, знаете, там областной центр, там институтов и так дальше. Люди с высшим образованием. И вы знаете, всегда как-то надо было молиться, чтобы Господь дал мудрость. Они задают очень много вопросов и очень разных. И вы знаете, но я запомнил одно свидетельство. Они говорили, почему они пришли к Богу? Они говорили, моя бабушка за меня молилась. Моя мать за меня молилась. Она уже умерла пять лет. Но я сегодня не могу. Что-то побудило меня пройти к Господу и покаяться. Друзья мои, вы знаете, я люблю людей, которые ходят с жезлом. Христиан, которые с жезлом ходят. То есть, вы знаете, мы сегодня не святим каких-то предметов, знаете. Но есть просто прообраз этого. Прообраз, суть его состоит в том, что мы просто выражаем практическое выражение нашей веры. И оно в чем-то состоит. Оно состоит в том, чтобы мы поднимали руки Господу, молились и благословляли. Вы знаете, вот иногда, ну не всегда, может быть, вот у Моисея на завтра было одно желание, одно задание. Я вам еще один момент хочу подчеркнуть, друзья мои дорогие, чтобы мы помнили также об этом. Потому что, вы знаете, вот в богословии есть такое понятие, как гидеонизм. А что это значит? Вы знаете, наша цель на завтрашний день определяется Господом, определяется Словом Божиим. Определяется Словом Божиим. И иногда мы определяем какие-то цели, которые Господь перед нами не ставит. Иногда мы идем туда, куда Господь нас не посылает. Но мы как употребляем вот это понятие, как гидеонизм, то есть мы требуем от Бога его присутствия в том, куда нам не надо идти и этого не надо делать. Библия, Слово Священное Писание, оно определяет нам, чем нам завтра заниматься. И каждый момент нашей жизни оно определяет, друзья мои дорогие. Поэтому иногда бывает так, вот послание Иакова, 4 раздел, 13 стих, мы читаем так. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар являющий на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». Вы знаете, мы, как я уже говорил, иногда определяем какие-то цели, в которых совсем Господа не приглашаем. Мы, как-то, может быть, основываемся на своем понимании тех или иных моментов в нашей жизни, и с этой позиции мы их и решаем. И мы, как-то, не чувствуем своей зависимости от Бога в тех или иных вопросах. Я думаю, что верующие люди, те, которые возрожденные, они должны всегда понимать и помнить, что мы в руках Божьих. И служить Господу, как бы посвящая Ему всю свою жизнь. Вы знаете, я вот хочу один еще такой пример маленький привести. Вы знаете, как-то во время моего служения к нам из Киева приехали два брата. И они служители, и молодые братья, и очень хорошие такие проповедники. Один говорил проповедь такую богословскую, знаете, ну, первое, второе, третье. А второй говорил о нашем преображении. И он привел такой пример. Он говорит, знаете, вот я вот так попробую вам объяснить, как вот происходит вот этот процесс. Он говорит, если вы посадите огурец, вот, ну, в склянку или в что-то там нибудь, да, посадите семя огурца, то он потом выпускает стебель, да. А потом на конце этой стебелька будет маленький огурец. И он говорит, возьмите вот этот огурец, я не знаю, детей нет, а то они все начнут так делать. Возьмите этот маленький огурец и опустите в бутылку скляную, в бутылку просто, или в какую-то скляную посудину. И когда он будет расти, он вырастет точно по форме такой, как эта бутылка. Он вырастет так. Но только что надо? Надо, чтобы был свет, надо его питать, чтобы этот стебелек подавал вот эти вещества для роста нужные. И он вырастет точно такой в бутылке. Вы верите в это? Я верю, потому что, наверное, это он испытал. Он говорит, мы пробовали это, и так получается. Вы знаете, наше преображение в образ Христа чем-то похоже, друзья мои. Может быть, это такой пример немножко детский, но все-таки, когда мы стали причастниками божеского естества, мы стали похожи на Христа. И вот это наше преображение в образ Христа – это процесс каждого нашего дня. Через освящение мы преображаемся в образ Христа. Итак, друзья мои дорогие, взавтра, что мы будем делать взавтра? Я думаю, что каждый из нас определит свое занятие. Я думаю, что многие родители будут поднимать свои руки к Богу и молиться за своих детей. Я думаю, что многие проблемы, которые стоят перед нами, они Господь тоже поможет нам решить. Единственное, нам нужно понимать волю Божию для нас, изучать Священное Писание и правильно на Него реагировать, чтобы Божие благословение. Вы знаете, чтобы нам как-то, ну, быть живыми христианами, друзья мои, чем-то похожими на Христа. Чтобы мы чувствовали, что сегодня Господь у нас вызывает вот это желание и действие по Своему благоволению. И когда Он вызывает, когда вот у нас есть это чувство, и мы размежевываем то, что наше иногда восстает на душу, и то, что Божие. И умеем с этим бороться, умеем как-то аккумулировать в себе вот эти Божеские качества. Ведь мы призваны к этому, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это благословение для вас. И может быть, кто-то сегодня очень в больших переживаниях. Друзья мои дорогие, хочу вам сказать, я это пережил, и может быть, еще буду переживать, но я хочу вам сказать, что Бог очень мудрый. Он очень добрый. У Него прекрасные обетования для вас, для ваших детей. Единственное, простирайте свой жест. Пусть ваша вера имеет практические выражения. Практические. Поднимайте руки. Не опускайте. Не пускайте все на самотек. Ваши дети не предназначены для ада, а предназначены для рая, для Царства Небесного. Сегодня наши дети предназначены. Поэтому нам надо как-то воодушевиться. Подняться, братья и сестры, благословлять друг друга, молиться друг за друга. И может быть, иногда вот этого расслабленного нужно нести, как эти четверо его друзей. И Господь благословит нас. Чем вы завтра будете заниматься? Давайте мы так скажем друг другу, что завтра я стану на Божьей горе. Вот на этой горе я стану. И Божий жаз будет в моей руке. Аминь. Давайте мы помолимся. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 И ты наш Господь, благослови нас в цьему и будь прославленный. Бог наш, отец, сын и дух святый. Аминь. Наше общение сегодня подошло к концу. Иногда хочется остановить время, как свое время остановил, помните, да? Иисус новин. Вот, но хочу ободрить нас, потому что каждая секунда приближает нас встреча с Господом Иисусом Христом. И в этом большая радость и большое благословение для рожденного свыше человека. И с тем не менее, оно приносит нам и печаль сердцу, потому что есть те, о которых мы молимся, есть те, о которых мы приносим на руках молитвы и просим Господи помилуй. Я убежден, что каждый из нас имеет этот молитвенный список. Достаточно посмотреть на свои семьи, на своих родных, близких, друзей, соседей. И мы видим, что этот список очень большой. Но Господь знает. И молитва наша должна быть о том, чтобы, Господи, останови их. Останови, чтобы они рассмотрели, где путь добрый, где путь правды, где путь истины, где путь жизни. Поэтому не будем уставать в этом, не будем лениться. Но будем, друзья мои, стоять в проломе за этих людей. И более того, также в проломе друг за друга. Чтобы, братья мои и сестры, мы стояли в вере и стояли твердо. Непоколебимо. Служение подошло к концу. Но если Господь позволит нас, мы встретимся с вами в среду, в 7 часов вечера. Если Господь позволит, Харисты встретятся здесь в пятницу, в 6 часов вечера. Если Господь позволит, завтра сестры у вас будут занятия. Здесь по книге орудия благодати в руках Искупителя. Поэтому, пожалуйста, планируйте свое время. Завтра в 7 часов вечера приходите, общайтесь, молитесь, чтобы Господь наполнял ваши сердца своей истинной, которая так необходима нам для нашей жизни. Хочу напомнить, что приближается апрель месяц, приближаются те дни, когда, как в свое время Израиль ждал Пасхи, так и мы, вспоминая Пасху, ждем нашего Искупителя. Будем не просто готовиться, чтобы приятно провести время, но чтобы принести Христу много плода. Мы об этом будем больше говорить. И в неделю духовного роста, которая будет после Пасхи, к нам приезжает брат Александр Сиряпов из Израиля. Пожалуйста, также молитесь о том, чтобы эти служения послужили огромным благословением и назиданием, как для детей Божьих, так и для тех, которые нуждаются в спасении. И предпримем необходимые шаги к тому, чтобы приглашать людей. Вы знаете, Андрей привел, помните кого? Брата своего. Так и мы, друзья мои, давайте не будем оставлять этих людей в стороне, но будем вести их к Богу. Ведите, будем вести людей к Богу. Поэтому будем готовиться к этому и просить милости Господня, чтобы Господь держал дверь благодати открытой, чтобы еще многие люди познали Его как своего личного спасителя. Сразу после недели духовного роста у нас будет общий церковный выезд в кемп. Это также возможность, как побыть друг с другом, познакомиться. Я знаю, что условия там, как в кемпе, это не гостиница. Я хочу сразу всех предупредить. Если вы ищете неги и сервиса, там только будет сервирована духовная пища. Хорошо? И мы молимся, чтобы Господь приготовил как сердце того, которое будет передавать слово, так и наши сердца, чтобы мы не... Ну, не буду об этом говорить сегодня вечером, но вы понимаете, это кемп. Это кемп, будьте готовы к кемпу. Вот, ропот дома, хорошее настроение с собой. Вот, скажем так. Оно будет с 2 по 4 марта, обязательно регистрация. Сестра Ольга, сестра Клаудия, сестра Татьяна, они с радостью запишут ваши имена. Хочу сказать, что места также ограничены, потому что, ну, можно, в принципе, поставить палатки, так что это тоже выход. Ну, в общем, планируйте, дорогие братья и сестры. В следующую субботу у нас будет продолжена гаражка. И мужчины, братья, я хочу к вам обратиться. Вот, как сегодня брат Юра говорил нам о Моисее, который стоял с жезлом. Один раз в месяц мы, как мужчины, как священники в дом, мы берем этот жезл по местной церкви. Мы простираем руки к небу, мы молимся друг о друге. Хочу вас всех пригласить. И вы приглашайте своих сыновей, приобщайте их к этому служению, чтобы они учились молиться. Чтобы они понимали, что молитва несет жизнь. Что молитва очень необходима, что молитва является фундаментом нашей веры в Господа Иисуса Христа. Давайте мы не просто будем собираться ради того, что мы вот назначили, но это встреча с Богом. Встреча, когда мы, как мужчины, как священники, приходим в присутствие Божие и верим, Господи, мы перед тобой открыты. Мы много чего не можем сами изменить, да и не хотим. Но ты силою своей, преобразовывая нас своим святым духом, преобрази к славе Твоей и к нужному сложению для того, чтобы жить победоносной жизнью. Победа строится на коленях, там она куется. Давайте мы встанем, помолимся сейчас. Помните молиться о Харистах. Братья и сестры, мы вас любим и молимся о вас, о певцах. Это ободрение для церкви и слава для Господа. Мы молимся за Данника Шурука. Мы молимся за вас, дорогие братья и сестры, которые переживаете какие-то физические недуги. Мы несем вас на руках в молитву. Вы дороги для Бога и для нас. Знаешь, что мы как семья. И хотелось бы, чтобы мы как семья пришли к Богу. Поэтому сейчас приглашаю нас к молитве к нашему Отцу Небесному. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Будьте благословенны. С миром!